Здравствуйте! Сегодня мы с вами посмотрим, как можно применить формулы сокращенного умножения к решению уравнений. Итак, первый пример. x-9 в скобках квадрате равняется x плюс 4 в скобках квадрате. Вспоминаем формулы. Квадрат первого числа. x в квадрате так и пишется. Минус удвоенное, значит, пишет цифру 2. Произведение первого числа, то есть x на второе 9. И плюс квадрат второго числа, его можно посчитать сразу, 9 в квадрате, это 81. Равняется. Квадрат первого числа с другой стороны, это x квадрат. Плюс удвоенное произведение, то есть 2 первого числа x на второе 4. И плюс квадрат второго числа, 4 в квадрате, это 16. Одинаковые числа с обеих сторон мы просто зачеркиваем. То есть x квадрат уходит. Упрощаем наше выражение. Минус 2 умножить на 9, 18x. Остается тут плюс 81, равняется 2 умножить на 4, 8, дописываем букву x, и плюс 16. С x переносим в одну сторону, без x в другую. Постоянно проговариваем правила. Итак, что стояло, то и стоит. Минус 18x. 8x стоит с другой стороны. Оно перейдет в эту сторону со знаком минус. Минус 8x. Равняется. Стояло здесь число 16, а 81 перейдет сюда со знаком минус. Получаем. Ставим общий знак минус и числа складываем. 18 прибавить 8, это 26x, равняется. У большего модуля знак минус. Ставим знак минус. И затем, кому трудно, вы можете в столбик от 81 отнять 16. Занимаем единичку. 11 отнять 6, это 5. От 7 отнять 1, это 6. То есть, минус 65. Меняем знаки на противоположные. 26x равняется 65. Отсюда x равняется. 65 остается в числителе, 26 в знаменателе. Далее мы можем сократить нашу дробь. x равняется. 65 и 26 мы можем поделить на 13. 65 поделить на 13, это 5. 26 поделить на 13, это 2. 5 вторых. То есть, x равен, делим в столбик 5 на 2. Кто-то может это сделать устно, кому-то это тяжело. Итак, берем по 2. Дважды 2, 4. Остаток 1. Ставим запятую и дописываем 0. 10 делим на 2, это 5. То есть, мы получаем число 2,5. Давайте рассмотрим еще один пример, теперь уже содержащий формулу разности квадратов. Итак. Скобка 6х минус 1 на скобку 6х плюс 1 минус 4х на скобку 9х плюс 2 и равняется минус 1. Обращаем внимание на скобку с минусом. Что мы делаем? Мы ставим на каждое число квадрата. 6 в квадрате 36 умножаем на х квадрат и отнимаем 1. Далее раскрываем скобку. Минус 4х умножить на 9х. 4х9 это 36. Х на х это х в квадрате. Минус 4х умножаем на плюс 2. Минус на плюс будет минус. 4х умножить на 2 это 8х. И равняется минус 1. Противоположные берем и зачеркиваем. А теперь обращаем внимание, что у нас и слева и справа стоит минус 1. В этом случае при переносе они тоже дают 0. Мы их тоже зачеркнем. Что остается? Минус 8х равняется 0. Отсюда х 0 поделили на минус 8. Но 0 на что ни дели, все равно ответ 0. То есть сегодня мы с вами рассмотрели два таких примера. Продолжение следует...